У этих людей необычная задача — создать компьютер, не потребляющий электричество, используя только металл и древесину. И этот механизм должен выполнять, казалось бы, невозможное — определять параметры расположения небесных тел, фазы Луны, координаты Солнца и планет. Такие предсказания требуют сложнейших вычислений. Но такой механизм был сделан. Больше двух тысяч лет назад в Греции был сконструирован прибор, управляемый вручную и способный раскрыть механику Солнечной системы. И хотя он был размером с обувную коробку, десятки шестеренок обеспечивали синхронную работу указателей, размещенных на передней и задней его сторонах. В центре находился штифт. Крис Вайсборд и Морис Инсинг решили, что лучший способ разобраться в этом древнем приборе — это создать такой же. хорошо бы сделать его немного больше, чтобы люди могли понять, как эти шестеренки взаимодействуют друг с другом. А сколько нам потребуется времени? Недели две. Серьезно? Ты видел эти диаграммы? Так сколько ты говоришь? Две недели. Крис является техническим специалистом Музея естественной истории в Лос-Анджелесе. Морис Инсинг — президент МАД Системс. Компания, создающая музейные экспозиции по всему миру. В основу своей модели они положат рентгеновские снимки оригинала и диаграммы, полученные в результате их многолетнего изучения. Зубцы шестеренок точно соответствуют друг другу. Эти колеса отполируем пескоструйным аппаратом и раскрывают нам механику небес. Древние греки очень ценили знания. Они подарили миру непревзойденные шедевры искусства и архитектуры, такие как Парфенон, великих мыслителей, таких как Сократ и Аристотель, открыли важнейшие закономерности в тригонометрии, геометрии и астрономии. Джо Мерчант, автор книги «Раскрывает о том и небес». Для них были очень важны новые знания, и они использовали различные технологии, чтобы постичь законы космоса и возвыситься, став ближе к богам и к природе вещей. У них был пантеон богов, которые управляли полностью упорядоченной Вселенной. И шестеренки древнего механического компьютера отражают эту управляемость и упорядоченность и являются способом понять законы движения планет и звёзд. Однако жить греческой цивилизацией оставалось лишь несколько сотен лет, и знания, полученные с помощью этого компьютера, исчезли вместе с ней. Доисторические звёздные часы На сегодняшний день обнаружен лишь один такой механизм, а произошло это совершенно случайно. 110 лет назад греческие ныряльщики за губками встали на якоре у маленького пустынного острова Антикитера в Эгейском море. И вот один из ныряльщиков надевает шлем и прыгает в воду. Вскоре он появляется на поверхности, охваченный ужасом. Он бормочет что-то бессвязное о мёртвых, обнажённых женщинах, которых видел на дне. Тогда капитан решает лично спуститься под воду, чтобы разобраться, в чём дело, и видит, что это не обнажённые женщины, а статуи, старинные бронзовые и мраморные статуи. Оказалось, что на дне лежало древнее затонувшее судно, а в нём одна из интереснейших коллекций античных сокровищ. Бесценные предметы искусства были выставлены на обозрение в Национальном археологическом музее Финн в Греции. Но среди них обнаружилось и нечто странное. Оно было похоже на кусок выщербленного камня, но внутри оказались шестерёнки, стрелки и надписи. Похоже на сложный часовой механизм, которого, согласно мнениям историков тех времён, просто не могло существовать в древнем мире. Это самый древний шестерёночный механизм, изнайденных где-либо более чем за тысячу лет. Его назвали антикитерский механизм в честь острова, около которого была сделана находка. И сегодня, спустя более века после того знаменательного дня, учёные всё ещё пытаются понять, как этот механизм работает. Теперь машина будет определять линию разреза. А самый лучший способ понять это — изготовить точно такой же. Посмотрим, как происходит разрез. Да, вот маркер продвигается вдоль линии. Чтобы лучше разобраться в этом приборе, они построят его так называемую пространственную модель из дерева и пластмассы. При этом они смогут использовать такие инструменты, которые и не снились мастерам 2000 лет назад. Сейчас вы видите, как вода выбрасывается из наконечника под давлением в почти 350 мегапаскалей. И, будучи смеженной с песком, разрезает фанеру с огромной точностью. Хорошие инструменты позволяют сделать много. Да. Ставим это сюда. И начинаем создавать пространственную модель, чтобы разобраться в том, что здесь происходит. Этот голубой лист будет опорой для всей модели. Деревянные детали недолговечны, но зато дёшевы. И их можно быстро изготовить, чтобы увидеть, как взаимодействуют между собой более 50 шестерёнок. Нужно убедиться, что все расстояния соблюдены, иначе шестерёнки не сцепятся. Посмотрим, как всё пойдёт. Надеюсь, что заработает. Немного болтается, но для наших целей подойдёт. И это наша первая шестерёнка. Центральная шестерёнка насаживается на главную ось и имеет 64 зубца. Вращаясь, она запускает движение других шестерёнок и весь механизм в целом. Пока выпилены только три зубчатых колёса, так что впереди. Даже используя эти высокотехнологичные инструменты, изготовить столь хитроумный механизм – задача не из лёгких. Но не будь тех зубчатых колёс и тех мастеров с их терпением и знаниями, наш мир сегодня был бы совершенно другим. Зубчатая передача очень важна, ведь её изобретение сделало возможным не только такую очевидную вещь, как механические часы, но и целый ряд устройств и станков, необходимых для промышленной революции. Без шестерёнок не было бы ни автомобилей, ни поездов, ни самолётов, ни заводов и фабрик, ничего, начиная с гигантских конвейеров и кончая тончайшими механизмами настройки телескопов. До того, как был найден антикитерский механизм, самыми древними примерами использования зубчатой передачи считались европейские часы 15 века, то есть того периода, когда Средневековье только-только сменилось с эпохой Возрождения. Но этот древнегреческий компьютер на тысячу лет старше, а его устройство не менее сложное, чем у средневековых часов. Связь здесь непосредственная, поскольку этот механизм, этот компьютер, это доктор Дерек Прайс из Ельского университета, который первым привлёк внимание мировой общественности к важности открытия антикитерского механизма. Прайс является первооткрывателем, перед которым мы все в огромном долгу. Именно Прайс первым внимательно рассмотрел этот прибор и понял, что это такое. До Прайса очень немногие люди всерьёз относились к антикитерскому механизму, так как его существование находилось в резком противоречии, сообщепринятой тогда в науке парадигмой. Он был историком науки, начавшим в 1958 году изучать этот древнегреческий инструмент, пытаясь понять его назначение. На его верхней стороне доктор Прайс рассмотрел надпись «Хилай», что по-гречески означает «клешни» и употребляется как название знака зодиака «весы». Затем он увидел вокруг цифербата ещё две буквы от греческого названия знака зодиака «дела». Тогда доктор Прайс понял, что один из фронтальных дисков разделён на 12 участков, соответствующих 12 знакам зодиака. На небе есть много созвездий, но лишь 12 из них служат основой для так называемой эклиптики, то есть пути, по которому движется Солнце по небосклону в течение года. Доктор Эдвин Крупп, Гриффитская обсерватория. Если систематично изучать небо, то вы заметите, что в течение года Солнце перемещается по небесной сфере, проходя сквозь созвездия или знаки зодиака, которые вы сейчас видите на схеме. Команда Прайса сделала ряд рентгеновских снимков антигитарского механизма, чтобы рассмотреть его внутреннее устройство, не разламывая сам прибор. Изучив эти рентгеновские снимки, доктор Прайс заключил, что пять оборотов боковой ручки приводят к полному, то есть годовому обороту стрелки, соответствующей Солнцу. Закончив изготовление пространственной модели из фанеры, Марис и Крис занялись металлической моделью прибора. Первое, что мы имеем, это вращение Солнца. Так что одна из стрелок у нас будет демонстрировать движение Солнца и проходить через знаки зодиака так, чтобы один ее оборот соответствовал одному году. Главное колесо будет заставлять стрелку Солнца вращаться вдоль зодиакального диска, а также приводить в движение цепь других шестеренок, определяющих движение Луны, которой соответствует вторая стрелка. Вторая стрелка — это стрелка Луны. Это называется соосный вал. То есть у нас внешняя оболочка оси и внутренний стержень. Внешняя оболочка связана с солнечной стрелкой, тогда как внутренняя, вот эта, управляется этой шестеренкой и указывает положение Луны. Такой механизм вычисляет положение Луны в зависимости от положения Солнца. Поворот единственной боковой ручки заставляет обе стрелки перемещаться вдоль зодиакального диска с нужным соотношением скоростей. Подобно практически любой древней цивилизации мира, греки уделяли огромное внимание фазам Луны. Все ориентировались во времени при помощи Луны. Все подсчитывали дни лунного месяца и связывали ритмы природы с лунными циклами. Луна служила как бы всеобщим универсальным измерителем времени. Но предсказать, когда именно и в каком месте небосвода окажется Луна, задача не из легких. Ведь Луна вращается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг Солнца. Причем каждый из этих процессов идет по своему независимому графику. Проблема состоит в том, что периоды этих циклов не кратны друг другу. То есть в году укладывается не целое количество лунных месяцев, что делает календари, отражающие оба вида циклов, очень сложными. Основная задача древнегреческих астрономов состояла в том, чтобы объединить лунные и солнечные циклы и тем самым создать удобный календарь. Чтобы вернуться в то же место небосвода по отношению к созвездиям Зодиака, Луне нужно 27 дней и 8 часов. Это называется тропическим месяцем. Но от одного полнолуния до другого, когда Луна, Солнце и Земля выстраиваются в одну линию, проходит примерно 29 дней и 12 часов. Считается, что греческий астроном по имени Метон, живший в пятом веке до нашей эры, вычислил, что Солнце и Луна оказываются в одной и той же точке небесной сферы, как по отношению друг к другу, так и к созвездиям Зодиака каждые 19 лет. Этот цикл назвали Метоновым. И стало быть, за 19 солнечных лет проходит 254 тропических месяца. Эта формула лежала в основе антикитарского механизма. Греки пытались найти соотношение чисел 254 и 19. И вот один из способов сделать это. У большой шестеренки 254 зубца, а у маленькой 19. Вот как с помощью шестеренок можно производить математические вычисления. На каждые 19 оборотов большого колеса приходится 254 маленького. Это отраженные в металле движения Солнца и Луны. Но в теории все легко, а на практике не очень. Если эти большие колеса правильно закрепить на ось, то останется небольшой боковой люфт, и перед тем, как присоединять новые шестерни, нужно с этим разобраться. Существует более удобный, хотя и более сложный на вид, способ получить то же самое отношение. И он является особенностью антикитарского механизма, так как его создатели старались как-то уменьшить размер всего устройства. В антикитарском механизме не используются две шестеренки, у которых 254 и 19 зубцов соответственно. Метонов цикл представлен там намного более сложным образом. Рентгеновское исследование изъеденного коррозии металла выявило шесть маленьких шестеренок, связанных с главным движущим колесом в один сложный зубчатый механизм. 64 зубца вращают это колесо, которое насажено на ту же ось, что и эта, которая, в свою очередь, вращает вот эту шестеренку. Итак, центральная шестерня вращает это колесо с 38 зубцами, а то вращает следующее, которое вращает еще одно, и на выходе получаем то же соотношение. Это такой способ делать простые математические вычисления. Вместо того, чтобы совершить одну сложную операцию — деление, это происходит в несколько простых приемах. Цепь из шести шестеренок, начинающаяся с центрального колеса, у которого 64 зубца, используется в антикитарском механизме, чтобы разделить 254 на 19, и все вместе они реализуют соотношение 254 месяца к 19 годам. Мы используем механизм многократной зубчатой передачи, чтобы получить те же соотношения, что и в антикитарском механизме. В более компактном виде все это намного легче использовать. Древние греки сделали свой компьютер портативным. Те люди были не только искусными ремесленниками, что само по себе замечательно, но когда видишь подобные вещи, это просто изумляет. Компактный компьютер-календарь, на тысячу лет опередивший свое время. Некоторые считали, что он настолько сложен, что греки просто не могли его сделать. Находились даже те, кто говорил, что это должно быть дело рук инопланетян. Когда антикитарский механизм был обнаружен на затонувшем корабле двух тысячелетней давности, люди решили, что это какая-то ошибка. Некоторые приняли это за мистификацию, ведь все знали, что такого не могло быть в Древнем мире. Возможно, кто-то случайно уронил этот прибор в воду в то самое место, но намного позже. В одном из бестселлеров 60-х высказывалась гипотеза, что высокоразвитые пришельцы привезли эту вещь на Землю из космоса. Но эту гипотезу отвергали другие ученые. Пол Кайсер, историк древних наук и технологий. Теория Эрика Фон Деникина и подобных ему людей, утверждающих, что все интересные и сложные изобретения античности принадлежат инопланетянам, просто смешна. Они заменяют более простую гипотезу о том, что древние люди связаны с пришельцами. Почему бы не принять более простую гипотезу? Однако хитроумное устройство древнего прибора стало шоком для современных инженеров. Мы представляли их себе весьма примитивными. Они были необыкновенно умными и очень развитыми. Достаточно развитыми для того, чтобы находить решения подобных проблем. Крис и Марис используют современное оборудование, чтобы изготовить крупномасштабную модель. Они хотят, чтобы она работала так же, как и оригинал, но не обязательно так же выглядела. А Майкл Райт напротив построил две модели такого же размера, как антикитерский механизм, причем из таких же материалов, как и оригинал. И, подобно древним умельцам, он сделал это все вручную. Райт — прекрасный часовщик, а также историк технологий. Кроме того, раньше он был куратором в области механики и инженерии Музея науки в Лондоне. Его роль в возвращении антикитерского механизма к жизни, вероятно, самая значительная. Более 30 лет назад Майкл Райт прочел книгу, которую написал Дерек де Солла Прайс. Это колесо тоже, что и здесь. Ученый был первым, кто обратил внимание мировой общественности на древнегреческий компьютер, хотя Райт не соглашался со всеми выводами Прайса. Там были моменты, когда он противоречил сам себе. Были моменты, когда написанное им прямо противоречило тому, что я видел на фотографиях. А также в книге описаны такие вещи, которые казались бессмысленными мне как экспериментатору, умеющему конструировать приборы. Однажды холодным весенним днем писательница Джо Мерчант встретилась с Майклом Райтом в его кабинете в Лондоне. Мои инструменты позволяют работать, вероятно, немного быстрее и легче, чем инструменты древнегреческих механиков. В частности, я могу использовать тиски для фиксации образца, тогда как они этого не могли. Вырезав из латунного листа круг, Райт использует геометрию, придуманную древнегреческим математиком Эвклидом, чтобы разделить его на равные сегменты. Затем он наносит в нужные места метки, чтобы сделать там зубчики. изготовление такого прибора вручную требует огромных затрат времени. Мне кажется, что это было очень утомительное дело. Вся эта работа была сложной и означала, что небеса были для них очень важны. И эта важность должна быть была связана с пониманием того, как все устроено. Это не каприз, который можно исполнить за несколько часов. Не совсем. Мои тысячи часов работы означают, что у человека с менее эффективными инструментами это займет большую часть года. То есть это требует больших трудозатрат и дорогих материалов. Так что кому-то это было действительно нужно. В 90-х годах 20-го века Райт поехал в Афины и сделал снимки механизма при помощи метода линейной томографии. Для этого он использовал прибор собственного изготовления, который последовательно смещает фокус рентгеновских лучей всего на одну десятую миллиметра за шаг. Он получил свыше 700 рентгеновских снимков внутренней части антикитарского механизма. На каждом снимке представлен отдельный срез. И эти снимки содержали намного больше информации, чем рентгенограммы, сделанные командой Дерека Прайса. Когда он загрузил их в свой компьютер, то заметил нечто удивительное. Шестеренки антикитарского механизма, которому две тысячи лет, не имели каких-либо следов отладки, никаких мелких доработок. Райд был опытным мастером, но изготовление моделей потребовало у него ряда доработок. Когда вы смотрите на сделанные по особому заказу часы, то часто видите на них следы подгонки, доработки, оставленные мастером. Я говорю о часах 17-го, 18-го века, но здесь ничего подобного. Мастер точно знал, что нужно делать. Кто бы ни сделал антикитарский механизм, он сделал его с первого раза. Значит, у него были годы практики. Значит, тогда должно было быть много таких механизмов, но у нас есть только один. Одним из объяснений этого факта может быть то, что их делали в основном из бронзы. Бронза была ценным металлом. Из нее могли делать оружие или утварь, статуи или ювелирные изделия, много различных вещей, и в разные периоды истории ее не хватало. Так что все, что делалось из бронзы, в последующие века часто переплавлялось и использовалось в других целях. Следуя этой традиции, Райт для своей модели тоже использовал бронзу. Вы можете убедиться, что я использовал вновь. Это дверная табличка. Кто-то повесил на дверь офиса. Это обычная традиция использовать металл снова. Да, утилизировать его. Собственный опыт Райта по изготовлению модели антикитерского механизма позволил ему выдвинуть свою теорию, объясняющую отсутствие других подобных находок. Эта штука потребует какого-то технического обслуживания для работы. Да, я думаю, что в этом состоит одно из объяснений, почему больше таких приборов не сохранилось. Вы можете использовать подобное устройство, пока оно не сломается, а потом отнесете его к механику, и он, так же, как и механик, который чинит вашу машину, скажет, не беда. Сколько-то раз он ее починит, а потом скажет, больше не могу, могу ее поменять. Покупайте новую. А в это время Крис и Марис заняты не тем, чтобы изготовить точную копию древнего прибора. Попытаемся закрепить это колесо здесь. Эта ось выдвигается вперед. Их больше интересует то, как этот механизм работает, как в нем используется зубчатая передача для математических расчетов и получения астрономической информации. Мы распределили все шестеренки, и я вырезал таблички со всеми циклами, которые нам нужны. Они уже воспроизвели те части механизма, которые вычисляют расположение Луны на небе, но чтобы одновременно определялась фаза Луны, необходим новый уровень инженерной сложности. У них не только были стержни, соответствующие положению Солнца и Луны, но была и другая часть механизма, для которой мы используем коническую зубчатую передачу. Вот такую. Чтобы прибор показывал фазы Луны, в антикитерском механизме шестерня, которая вращала лунный стержень, была надета на стержень Солнца. Морис использует современное решение, ортогональную коническую передачу, которая дает тот же результат. Будучи куратором музея, Майкл Райт видел, как фазы Луны демонстрировались на астрономических часах из позднего Средневековья. Но антикитерский механизм, кажется, справился с этим на 14 столетий раньше. Здесь коническая передача определяет скорость, с которой эта штука вращается. Есть еще пара довольно интересных эффектов, которые не так существенны, но все же важны, если вы хотите сделать все в точности правильно. И через минуту мы с этим разберемся. Крис и Морис завершили менее трети своего компьютера, основанного на дизайне 2000-летней давности. Его аппаратное оборудование, пользуясь компьютерной лексикой, родом из Древней Греции, а программное обеспечение берет начало в еще более ранней культуре. Для первой шестеренки неплохо, но когда она служит началом цепи, еще из 30 шестеренок завершить работу нелегко. С каждой следующей шестеренкой требования к точности возрастают. Сразу понимаешь, где можешь схалтурить, а где нет. Оригинал антигитарского механизма является не просто впечатляющим примером древней инженерии. Он учитывает знания, полученные за сотни лет астрономических наблюдений. Тысячи лет назад вавилонские жрецы-астрономы записывали все, что видели на ночном небе. Столетия спустя эти записи попали к греческим ученым, которые использовали их для создания геометрической модели Солнечной системы и предсказания знаменательных астрономических событий. Профессор Джеймс Эванс в университет Пюджет-Саунд. Одной из черт антигитарского механизма является сочетание двух традиций. С одной стороны, внимание греков геометрическим структурам и их механическому воплощению, и с другой основные астрономические периоды времени, которые вычислили вавилонские астрономы. Доктор Джеймс Эванс уверен, что антигитарский механизм был изготовлен в то время, когда греки перенимали идеи у вавилонских астрономов, то есть во втором или начале первого века до нашей эры. Некоторые считают, что этот механизм вероятно был сделан вскоре после того периода времени, когда жил и творил один из самых известных греческих мыслителей Архимед. Архимед был не только теоретиком, но и экспериментатором, а также изобретателем. Он изобрел так называемый винт Архимеда и огромные военные машины типа гигантских кранов, чтобы топить вражеские корабли. Недавние исследования показали, что есть некоторые моменты, указывающие на связь Архимеда и антикитерского механизма. Например, названия семи месяцев, которые используются в механизме, пришли из Сицилии, то есть того же региона, где жил Архимед. В разных районах Греции были в ходу разные календари, и эти названия месяцев кажутся очень похожими на те, которые использовались тогда в сицилийском регионе. Еще мы знаем, что Архимед увлекался шестеренками и зубчатыми механизмами, а его отец был астрономом, так что, возможно, и сам он интересовался небесами. Даже существует письменный источник, утверждающий, что Архимед изготовил механизм, обладающий такими же функциями, что и антикитерский. Но едва ли в Древней Греции Архимед был единственным гением. Были и другие, которые могли создать этот революционный прибор. Я знаю, многие люди думают, что это сделал сам Архимед, но у меня есть аргументы в пользу того, что он не мог этого сделать. И дело здесь не в том, что он недостаточно умен. Архимед был, несомненно, умен и прекрасно владел математикой, но во времена Архимеда еще не была придумана планетарная модель, лежащая в основе этого устройства. В частности, в антикитерском механизме учитывается, что скорость Луны все время меняется. Этот эффект очень незначительный, и даже в 21 веке случайный наблюдатель вряд ли его заметит. В течение месяца скорость перемещения Луны по небу сначала постепенно возрастает, а потом постепенно уменьшается. Геометрическая формула, описывающая это явление, была получена основателем тригонометрии Гиппархом Никейским, который жил во втором веке до нашей эры, то есть на сто лет позже Архимеда. Без Гиппарха или кого-то вроде него такой прибор был бы невозможен. Гиппарх сыграл ключевую роль в том, чтобы перевести труды вавилонян и трансформировать их в модели, которые действительно работали, чтобы предсказывать реальные положения Луны и Солнца. Луна движется с переменной скоростью. Каким образом они отразили это при помощи шестеренок в своем приборе? Интересная штука, правда? Это самая сложная часть всего механизма. Она настолько сложна, что Крис и Марис решили снова вернуться к деревянной модели, прежде чем воплощать ее в алюминий. Сейчас мы приближаемся к первому сложному моменту. Проблема таится вот в этом. Тут происходит нечто странное. Они пытаются разобраться в кластере из четырех шестеренок по 50 зубцов каждая. Итак, что происходит, когда мы вращаем шестеренку в 64 зубца, которая вращает эти 38? Вот здесь. Которая вращает 223 зубца. И мы имеем цепь из четырех шестеренок по 50 зубцов. Где-то здесь, сзади. А почему бы там не сцепить такие шестеренки друг с другом? Об этом я и думаю. А из различных источников, которые я нашел, следует, что они должны компенсировать вторую шестеренку. Первая и вторая шестеренка имеют передаточное число 1. Но у второй шестеренки есть штырек, который входит в отверстие на третьей шестеренке, не в ее центре. Мы сможем получить этот компенсирующий эффект и с его помощью смоделировать эллиптическое движение. При таком вращении сначала скорость будет возрастать, а потом уменьшаться. Ускорение, потом замедление. В точности, как Луна движется вокруг Земли. Это удивительно. Они не только подумали об этом и провели нужные измерения, но и воплотили это в своей механической модели. И теперь мы находим шестеренку, у которой большое отверстие, и надеваем ее сюда. И она должна зацепиться за центральное колесо. Видишь? Отлично. Возможно, это некоторое усиление нужного эффекта, но в целом достаточно близко. Теперь мы надеваем эту шестеренку на этот штифт, а этот штырек, пусть оно вращается вместе со штырьком. Значит, мы опускаем центральную шестерню на центральный штифт. И теперь то, что мы ожидаем увидеть, сейчас верхние зубцы движутся медленнее, и они сейчас не зацеплены. Так что эти шестерни смещаются относительно друг друга. И поэтому у нас сейчас необычное вращение, а вращение, у которого в каждом цикле скорость становится то больше, то меньше. И теперь мы все это относим туда, куда нужно. Вот так. Я думаю, что мы справились с задачей. Мы молодцы. Отлично. Попробуем воспроизвести это в металле. Приступим. Разгадав эту загадку при помощи деревянной модели, они попытаются воспроизвести сложный зубчатый механизм, отражающий движение Луны в алюминии, и затем встроить его в общую модель. Это петля, но на другом ее конце выходит то изменение скорости, которое нужно. Верно. Здесь мы имеем равномерное круговое вращение, а здесь происходит опережение и запаздывание. Вот какая интересная вещь реализована в этом механизме. Устройство штырек-отверстия, благодаря постоянному смещающему воздействию на главное колесо, преобразует равномерное движение в движение с переменной скоростью. Стрелка Луны в процессе своего вращения то ускоряется, то замедляется. Это гениальное механическое решение сложной математической задачи. Я не могу себе представить, как 2100 лет назад кто-то проснулся и вдруг сказал себе, «Я собираюсь взять эти две шестеренки, я собираюсь разместить одну перед другой и вставить штырек в отверстие между ними, я собираюсь заставить эту штуку работать, и все будет отлично». Как он догадался? Как вообще кто-то до этого додумался? Антикитерский механизм точно воспроизводит изменение скорости движения Луны по небесной сфере в течение месяца, несмотря на то, что греческие астрономы не понимали того, что в действительности происходит на небе. Они считали, что небесные тела вращаются именно вокруг Земли и именно по окружностям. Сегодня мы знаем, что это не так. Только Луна движется вокруг Земли, которая, в свою очередь, вращается вокруг собственной оси и вокруг Солнца. Причем ни орбита, ни Луна, ни Земля не являются окружностями, они много вытянуты. Скорость движения меняется, потому что орбиты Луны не являются окружностью. Это элипс, то есть не совсем окружность. А это означает, что часть своей орбиты Луна проходит с немного большей скоростью, а часть с немного меньшей. Чем ближе вращающийся объект к притягивающему его телу, тем больше его скорость. Это справедливо не только для движения Луны вокруг Земли, но и для вращения Земли вокруг Солнца. Чем ближе Земля к Солнцу, тем быстрее она движется. А с точки зрения земного наблюдателя, движение Солнца то ускоряется, то замедляется в течение года. Доктор Джеймс Эванс изучает фотоснимки механизма, сделанные с высоким разрешением. Он уверен в том, что знает, как греки в своем дизайне учли так называемую солнечную аномалию, то есть изменение скорости движения Солнца по небосклону. Выясняется, что есть очень хитроумный и простой способ отразить зоны изменения скорости. Вы можете просто нарисовать знаки зодиака на одной части круга ближе друг к другу, а на другой дальше друг от друга. Так что, когда стрелка будет вращаться равномерно, она за месяц в одной зоне будет проходить больше делений, чем в другой. Джеймс Эванс и его коллега Аллан Торндайк были настолько восхищены антикитерским механизмом, что решили сделать свою собственную модель. Создатель антикитерского механизма решил учесть в своем устройстве неравномерность движения Солнца по отношению к знакам зодиака, изменив, соответственно, расстояние между этими знаками на циферплате. Греки нашли элегантное решение проблемы отражения в своем компьютере неравномерности движения Солнца и Луны. Но на небе есть и другие объекты, чье движение еще более сложно и таинственно. Это планеты. В переводе с греческого «планетис» значит «блуждающий». Это вполне подходящее название, ведь движение этих объектов по небосводу кажется довольно хаотическим. Греки видели невооруженным глазом пять планет, и все они двигались вдоль пояса зодиака, то есть тем же довольно узким путем, которым мимо звезд перемещалось Солнце. Подобно Луне, планеты тоже то ускорялись, то замедлялись, но иногда они, казалось, начинали двигаться вспять. Планеты — это совсем другая история. Они движутся по всему поясу зодиака. Причем некоторые перемещаются вперед, потом, как кажется, поворачивают и движутся назад, потом снова меняют направление на противоположное. И такое ненормальное поведение у них было во все времена существования астрономии. Они должны были каким-то образом представить себе, как отобразить все эти отношения. Но, к несчастью, эта часть механизма утрачена. Поэтому я думаю, что стоит начать с модели Эванса, а потом посмотрим, как совместить это с нашими заготовками. Не забывай, что это только половина механизма. Крис Вайсборд и Майрис Инсинг добрались до самого трудного этапа своей работы. Изготовление компьютера, управляемого вручную и вычисляющего положение всех пяти планет, которые были известны древним грекам. Колесо с 64-мя зубцами возвращаем. Назад на этот штифт. Для этого нам нужно оставить этот штифт там. Придется вернуться к чертежам. Планеты — это нечто особенное. Так было у древних греков. Планеты не вели себя как звезды. Они иногда возвращались и снова стремились вперед. Скорость их движения менялась. Как все это можно передать, все эти различные перемещения, с помощью одного зубчатого механизма, такого как антикитарский? Чтобы отразить движение планет правильно, нужен зубчатый механизм с возвратно-поступательным движением. Слово «возвратный» в этом контексте просто означает, что объект движется не как обычно, не как остальные объекты, а вспять. Но в реальности планеты не движутся вспять. Так лишь кажется с Земли. Это похоже на то, как выглядит из окна автомобиля машина, которая едет рядом по шоссе. Все движутся вперед, но разница скоростей создает иллюзию обратного хода. Он догоняет, меня перегоняет, а вот и обратный ход. С точки зрения наблюдателя на Солнце, все планеты все время движутся в одном направлении. Но поскольку Земля тоже движется, земному наблюдателю кажется, что планеты замедляются или даже меняют направление движения. А поскольку греки считали, что центром вращения является Земля, им пришлось придумать другие теории, объясняющие движение планет в разных направлениях, однако по абсолютно круговым траекториям. Греческие астрономы считали, что знают ответ. Планеты должны двигаться по так называемым эпициклам. А это означает круг на круге или сфера на сфере. Представьте себе вращающуюся сферу с прикрепленным к ней объектом. Но он сидит еще и на меньшей сфере, которая тоже вращается, но в обратном направлении. Это означает, что в данный момент и немного после он будет двигаться вспять. Это напоминает аттракцион с вращением в чайных чашках. Маленькие круговые орбиты накладываются на большую крутящуюся платформу. Иногда получается, что чашки движутся вспять. Греки считали, что планеты, которые они видят, ведут себя примерно так же. Вероятно, именно эти представления и были использованы в антикитерском механизме. Хотя точно узнать это сегодня мы не можем. Не сохранилось ни одной шестеренки из этого механизма, связанной с движением планет. Возможно, они остались на дне Эгейского моря. Но Майкл Райт считает, что раскрыл эту тайну. У него есть доказательства того, что эпициклы из шестеренок когда-то были частью этого механизма. На общей панели есть нечто, о чем еще никто не говорил и чего никто еще не понял. На рентгеновских снимках он видит детали, позволяющие предположить, что в механизме имелись блоки, поддерживающие веретено, которое передавало движение к планетам. Каждая из пяти планет, известная греком, была представлена эпициклом, а также стрелкой на передней панели. Это наложение двух видов вращения, самого эпицикла и диска, на котором расположены эти эпициклы. В результате получается довольно сложная траектория движения планет. Я не знаю, как именно древний мастер реализовал все это в механизме, но идея, я уверен, такова. Но у Джеймса Эванса и его команды другая гипотеза отражения планетарного движения в антикитарском механизме. Могло так оказаться, что движение планет там было организовано так, как считает Майкл Райт, то есть с помощью эпициклов. Но мы думаем, что для каждой планеты там был свой диск-циферблат, и этот диск отражал ключевые события в цикле каждой планеты. Стрелки на этих дисках указывали, когда каждая планета переходит к движению вспять. И эти пять дисков находились внутри главного зодиакального диска на передней панели механизма. Это не было буквальной моделью возвратно-поступательного движения, просто для каждой планеты сообщалось, когда началось движение вспять и когда оно закончилось. Без новых данных доказать какую-либо из этих теорий и тем самым разгадать эту загадку невозможно. Крис и Марис решают изготовить свою модель, используя концепцию Эванса, серию отдельных дисков, отчасти потому, что так проще. Сначала мы сделаем главную часть механизма на этом листе, а затем мы изготовим все планетные шестеренки по отдельности и заставим их работать. Итак, что мы имеем? Мы использовали также идею зубчатого механизма Эванса для моделирования движения планет. Я сделал прорези на этом листе для колес, соответствующих всем пяти планетам Меркурию, Венере, Марсу, Эпитеру и Сатурну. А это главные выводящие штифты. На которых будут планетные стрелки с этой стороны механизма. Чем больше я смотрю на это, тем больше думаю о тех людях, которые в древности создали такое. Кем они были, как они-то сумели. Невероятно, просто непостижимо. С такими людьми я мечтал бы познакомиться, поскольку они были прекрасными мастерами. А знания, которыми они обладали, так давно, очень неожиданно. Это просто поражает. Изготовление копий антикитерского механизма позволяет глубже понять ход мысли его древних авторов. Греческие механики были умными и умелыми. И у них было желание создавать сложные механизмы. Я думаю, что мы имеем здесь дело с ранней формой увлеченности, граничащей с научным фанатизмом. Эти люди, несомненно, получали удовольствие от своей работы, иначе они не сумели бы создать это. И Майкл Райт и Мари Синсинг уверены, что для достижения такого уровня технологий потребовались многие годы. Необходим нужный уровень изготовления деталей, уровень мастерства, уровень знаний для того, чтобы просто начать работать над подобными вещами. После того, как мы выточили первые большие шестерни, металл начал изгибаться и точности не хватало. И мы это осознали, мы заглянули в прошлое и поразились, как же те мастера справлялись с подобными проблемами. Как они это делали? Морис и Крис поэтапно продвигаются к первоначальной цели — создать за две недели работающую модель антикитарского механизма. Но тут возникает проблема. Чёрт возьми. Планеты не сцепляются. Подай мне эту штуку. При том, что более 50 шестерёнок объединены в единую цепь, зацепление должно быть идеальным. Я вижу, что там происходит. Эта шестерёнка застревает. Мы сделали слишком маленький зазор. Даже вместе с командой квалифицированных мастеров и обладая современными технологиями, они испытывают трудности. Но они понимают, что у греков было, по крайней мере, одно преимущество. Они работали в меньших масштабах. Отношение толщины шестерёнки к её диаметру было более удобным. Так что даже если колёса не были достаточно прямыми, как того бы хотелось, они всё равно могли работать слаженно. Совершенно ясно, что цивилизация, создавшая антикитерский механизм, обладала обширными научными познаниями. Антикитерский механизм напоминает нам, что ко второму веку до нашей эры как технологии, так и стоящие за ними математические знания были уже на очень высоком уровне. Но, видимо, все эти знания были утеряны. После заката Греции и Рима в Европе наступил долгий период, характеризующийся очень небольшим прогрессом в науке — Средние века. Это напоминает нам о том, что у прогресса нет гарантий, всё может быть потеряно. Пропадают ли полученные знания? Или развитие науки переходит с прямого пути на обходные? Я не думаю, что они целиком пропадают. Мы знаем, что в очень многих областях и в Средние века наука продолжала развиваться. Изучая научные трактаты и астрономические инструменты из Западной Азии, учёные открыли новые страницы в истории науки и технологии. Роберт Моррисон, доцент, преподает религию в Бозинн-колледже. Одна из волнующих нас сегодня тем — это какую роль сыграли научные исследования ислама в развитии европейской цивилизации. Задолго до того, как Западная Европа приобрела современные цивилизованные черты, наука Древней Греции была впитана культурами Востока. В результате исламского завоевания в Северной Африке, а затем и Испании, знания, полученные из Греции и Рима и затем переведённые на арабский язык, в конце концов снова вернулись в Западную Европу. В течение столетий арабской оккупации Испании исламские учёные успешно занимались астрономией и, вдохновлённые, по мнению многих греками, создали новые зубчатые механизмы. В 12 веке арабские инженеры использовали зубчатую передачу для изготовления водяных часов. Особенно знаменит Аль-Джазари, сконструировавший часы, водоподъёмные механизмы и множество полезных в быту устройств. Арабские учёные восприняли греческие научные достижения и способствовали наступившему затем в 15 веке в Европе научному ренессансу. Во время наступления европейского научного ренессанса возник настоящий рынок научных идей. Часть из них пришла из Европы, а часть из мира ислама. Джеймс Эванс считает, что греческие знания были сохранены арабскими астрономами. Принципы конструкции и способ демонстрации, использованные в антикитерском механизме, затем в течение тысячи лет оказывали влияние на технологии приборостроения. Эти древние достижения вдохновляют инженеров и сегодня. В мастерских компании МатСистемс в Лос-Анджелесе Марис и Крис завершают свою работу над моделью антикитерского механизма. Теперь они лучше поняли, как он работает и на что он способен. И они не могут не задать вопрос, для чего же этот прибор использовался? Может быть, он помогал греческим морякам ориентироваться по звездам? Или это был календарь, нужный правительственным чиновникам? А может, это просто игрушка? Удивительное зрелище. Мне нравится, как эта штука выглядит в целом. Невероятно. Благодаря прозрачности можно увидеть все эти шестеренки и их взаимодействие друг с другом. Боже, ну и штуковина. Пока сам не сделаешь одну из таких и не поймешь, каково это. Чтобы понять, как устроен антикитерский механизм, нужно изготовить его модель. Чтобы понять, зачем он был сделан, нужно заглянуть в историю. В течение тысяч лет люди всматривались в ночное небо и пытались найти какой-то смысл в том, что они видят. Стоунхендж в Англии, пирамиды в Египте, Чиченитса в Мексике. Все они могли предназначаться для астрономических наблюдений и определения сенсостояния или равноденствий. Но две тысячи лет назад люди придумали новый способ определять даты важнейших небесных событий с помощью шестеренок. Антикитерский механизм не является столь же масштабным сооружением, как египетские пирамиды, но он является не менее монументальным достижением. Желание отразить результаты астрономических наблюдений в зубчатых механизмах реализуется сегодня в обсерваториях и планетариях по всему миру. Этот прибор позади меня проектор Марк-4 для планетариев фирмы Цейс. Марк-4 фирмы Карл Цейс это суперсложный проектор для планетариев, воспроизводящий движение звезд и планет для публики. Антикитерский механизм не был предназначен для проекции изображения на экран, но в некотором смысле его задачей тоже был сбор и демонстрация данных о событиях, происходящих на небе. Причем этот прибор был приспособлен как для демонстрации прошедших, так и будущих событий, так же, как и современные проекторы, такие, как этот. Подобно современным высокотехнологичным планетариям, антикитерский механизм должен был восхищать и удивлять тех, кто им пользуется. Этот прибор позволял им понять космос и передать, продемонстрировать это понимание другим людям. Вероятно, у него были образовательные функции. Возможно, в каких-то философских или астрономических школах учитель объяснял с его помощью, как все устроено. Держать в своих руках антикитерский механизм все равно, что держать космос. Шестеренки скрыты внутри корпуса, кто-то поворачивает маленькую ручку и все приходит в движение. Это, конечно, было чрезвычайно удивительным и впечатляющим зрелищем. Из всех видимых невооруженным глазом астрономических событий, самыми поразительными казались затмения. Затмение происходит, когда все три объекта находятся в точности на одной линии, а эти три объекта для нас Солнце, Луна и Земля. И то, какое именно затмение имеет место, зависит от того, как расположена Земля по отношению к двум другим участникам события. В зависимости от этого затмение будет лунным или солнечным, но в любом случае заечным. Затмение может удивлять и восхищать, но может и приводить в ужас, если ты не понимаешь, что происходит. Но древние астрономы открыли, что затмение можно предсказывать. Если бы затмение произошло сегодня, например, то следующее затмение такого же типа было бы 223 месяца спустя. Этот цикл, открытый в Древнем Вавилоне, называется циклом Сароса. Этот известный из древности цикл был также учтен в антикитарском механизме. Среди его шестеренок есть и колесо, у которого 223 зубца. Оно выполняло две задачи. С одной стороны оно было частью лунного механизма, с другой предсказывало затмение. Прибор показывает затмение в том смысле, что по мере того, как мы крутим ручку, на приборе проходят эти 223 месяца. Я вращаю ручку, а вы смотрите на стрелку. Соединяя информацию диска затмений и переднего диска, механизм способен предсказывать затмение. нам осталось совсем немного откалибровать прибор и до конца разобраться, как запустить всю эту машину. А к тому моменту, когда диск будет прокалиброван и шестеренки заработают, мы должны проверить, что он правильно предсказывает затмение. 26 июня 2010 года. Древний календарь подсказывает, что скоро состоится затмение. Крис Вайсборд едет на север Лос-Анджелеса, чтобы наблюдать за лунным затмением, если оно произойдет согласно предсказаниям. Четыре часа утра. И вот оно, лунное затмение. И вовремя. Прибор, созданный 2000 лет назад, продолжает работать. Затмение — одно из самых драматических небесных событий. Таинственное, приводящее в замешательство. Но его приход закономерен, и оно наступает регулярно. Когда понимаешь, как устроена Вселенная, это глубокое чувство. Думаю, что разделяю чувства древних греков. Если вы решили, что сможете построить нечто подобное и воспроизвести все эти движения с такой точностью, и это получилось, это здорово. Механизм, который восхищал и озадачивал людей 2000 лет назад, продолжает свою миссию и сегодня. Режиссер Жан Данайер. Операторы Шон Гленн, Найджел Кинингс, Йором Астрахан, Крис Тавей, Джозеф Брюнетт. Фильм озвучен студией СВДубль по заказу ГТРК Культура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова